В этом году празднование Дня Народного Единства решили отметить с историческим размахом. На площади Победы развернулся бой за освобождение Москвы от поляков. Это событие и положило конец мути 4 ноября 1612 года. У дружины реконструкторов Русичи и Змелинок в ход пошли не только мечи и копья, даже пушки и мушкеты. Не обошлось и без подарков. Начальник регионального штаба юной армии и представитель отделения боевого братства Павел Григорьев передал в строящийся во Владимире храм благоверных князей Владимирских икону святителя Луки Крымского. Подарок мэра Симферополя Игре Лукашева. А вместо парада боевой техники и марши военных подразделений в этом году перед зрителями выступило боевое братство. Во Владимире к вечному огню вместе с владимирцами возложили цветы губернатор Владимир Сипягин, председатель ЗАГС Собрания Владимир Киселев, мэр Ольга Деева и глава администрации Владимира Андрей Шохин. Затем официальное празднование Дня народного единства продолжилось в Суздале. Спаса Ефимева монастыря у мемориала князя Дмитрия Пожарского митрополит Евлогий совершил ежегодный молебен. Первые лица области возложили цветы и венки. Губернатор Сипягин особо отметил военно-патриотическое движение юной армии. Сегодня оно объединяет свыше 300 тысяч юношей и девушек со всех уголков России. В Владимирской области созданы более 20 подразделений юной армии. В них состоит 2,5 тысячи ребят. Они, участвуя в этом движении, служат Отечеству и показывают пример всем нам. И поэтому мною было принято решение, и я подписал указ о присвоении Владимирского отделения юной армии имени Дмитрия Михайловича Пожарского. Это даст новый импульс для движения этих ребят вперед. А председатель ЗАГС Собрания Владимир Киселев отметил, что важно не забывать свою историю и опыт прошлых поколений. Именно на территории Спаса Ефимева монастыря в 2002 году впервые начали праздновать День народного единства во Владимирской области. А уже в 2005-м праздник стал общегосударственным. Это очень важно, чтобы все сегодня были вместе. И у нас очень много проблем, в том числе и у Владимирской области. И мы с вами прекрасно понимаем, что только вместе можно решать эти проблемы.